Привет всем! Это нэнджу, буддийские четки. Они используются при молитве, в различных ритуалах, а также имеют функцию амулета. Это тоже четки, удава нэнджу, то есть нэнджу, которые носят на руке. Хотя они тоже могут использоваться по своему основному назначению, чаще всего они воспринимаются просто как амулет, который к тому же неплохо выглядит в качестве браслета. В некоторых храмах, являющихся известными туристическими объектами, такие браслеты можно сделать самостоятельно. Сегодня мы хотим рассказать об этом поподробнее. Мы сейчас находимся в Мацусиме, в храме Энцуин. Этот храм известен в первую очередь своим потрясающе красивым садом, но не только сад привлекает сюда всех этих людей. Здесь можно сделать свой собственный уникальный удава нэнджу. Вам объяснят, как подбирать бусины, в каком порядке их расположить и, что самое приятное, материал вы тоже можете выбрать сами. Стоит это 1000 йен с пластмассовыми бусинами, но я советую выбирать вариант за 3000 с бусинами из натуральных камней, потому что в конце вам еще и расскажут значение каждого выбранного вами камня. Сначала ты выберешь одну большую, она будет в центре, потом отсюда ты выберешь две маленькие одинакового цвета, они будут вот здесь, а потом ты выберешь две пять, две пять и четырнадцать. Вот отсюда вообще какие хочешь, полностью. Да? Окей. Я выберешь одну... О, я даму. Давай выбери сначала. Вот это о я даму. О, я даму. А то мы собираемся вот здесь. О, кое-каке. Реба-чан делает как-то. Видишь? Я пау тебе, тебе. Так, сколько тебе уже? Раз, 15, 20, 21, 22, 24. Теперь должно быть на аромат. Теперь смотри. Тебе нужно придумать, то есть у тебя здесь будет 5 штук, здесь будет 5 штук, а остальные вот здесь. Давай какие-то сюда, и сюда попробуй. Придумывай. Подожди, подожди. Вот я. А, нет. Тебе сначала нужно разложить бусинки, потом мы будем лежать. Ладно. Эту. Эту. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И это сюда. Ну все, все, все. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И еще это сюда. Угу. И это сюда. Как будто я домой в браслетик делаю. Нет, это для тебя будет. И это сюда. Угу. Угу. И еще это сюда. Угу. И еще это сюда. Угу. Понятно. Понятно. Обычные нэнджио слишком сильно связаны с религией. Поэтому изготовлением их занимаются преимущественно верующие буддисты. Удава нэнджио более универсальны. Их можно воспринимать и как четки, и как эмулет, и как просто симпатичный аксессуар. у начинающих идей. тоже может сыграть весьма неожиданную роль. Когда я впервые попробовала сделать Удово Нэнджу, я как раз находилась в процессе написания магистрской работы и работала на износ. Из четырех выбранных мною видов камней два имели отношение к снятию стресса, так что, возможно, выбор материала выступает как своеобразный тест Люшера. По желанию в Инсуэне можно сделать и классический нэнджи или просто приобрести готовый. Также можно купить матерчатый конвертик для них и страп с бусиной из натурального камня. Готовую Удово Нэнджу желание можно осветить над курильницей, загадав при этом желание. Здесь мы видим одну интересную тенденцию. Удово Нэнджу, просматривающуюся в современном японском буддизме. Универсализацию. Не только изготовление Удова Нэнджу, но и другие практики. Медитация или, например, Шакьё, переписывание сутр, подаются как доступные всем и каждому, независимо от убеждений. Многие представители современного храма у буддизма считают, что любая душеспасительная практика будет вам полезна. Даже в том случае, если с ее помощью вы просто хотите снять стресс или получить стильный аксессуар. На этом все. Пишите свои комментарии и предложения. Задавайте свои вопросы. Подписывайтесь. Ставьте лайк. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok